Ваше Пресвященство, досточтимые отцы, братья и сестры, нашу очередную встречу в Ейской горнице мне хотелось бы начать следующим рассказом. Ранняя весна в лагере для политических заключенных. Ночная тишина, барак и нары, доски чуть прикрытые тряпьем. На нарах лежат тридцать человек, никто не спит, глаза светятся в темноте грязного барака. И вдруг их потрескавшаяся губа начинает что-то шептать, потом чуть громче поют. Поют со слезами на глазах «Воскресенье Твое Христе Спасе», «Ангели поют на небесе». И так, чтобы не услышала охрана, пропели наизусть пасхальный канун всю пасхальную службу, кроме литургии. И отец Стефан, который сидел тогда в лагере с епископом Иосифом, вспоминал эту пасху с восторгом. Это был, наверное, самый значительный, самый радостный в его жизни праздник, потому что все они в эту ночь были как одна капля воды. Святость личной жизни, подвижнический, страдальческий путь, глубочайшее смирение, подвиг молитвы – это закладывает основы совершенно новых отношений с людьми. В основном мы как пытаемся жить. Мы с этим человеком договариваемся, с другим договариваемся, но это не то. Владыка Иосиф договаривался с Богом, с Матерью Божию, со святыми. «Была неделя всех святых в земле российско просиявших», вспоминает митрополит Днепропетровский Павлоградский Ириней. Все монахи вышли с ладыкой, и он читал молитву, перечисляя имена всех русских святых. Он перечислял очень долго по регионам, называет, допустим, священномоченика Филиппа, митрополита Московского, и добавляет. «Ох, родненький мой!» Народ крестится, смотрит на него. Так вот просто владыка разговаривает со святыми. Он продолжает. «Святаго праведного Симеона Верхотурского. Миленький, ты сюда попал!» И дальше читает. Монашествующие некоторые улыбались, а некоторые стояли и плакали. Потому что этот архиерей действительно чувствовал родство со святыми. Он настолько глубоко уходил в молитву, что не замечал, как к тексту молитвы добавлял свои возглашения к святым, которые были его родными, были его друзьями. А знаете, кто был инспектором Алматинского ипархиального управления? Миленький Симеон Верхотурский, как называл его владыка. Был однажды такой случай. В владыке собрались их теологи. Это ученые, которые понимают строение, эволюционное развитие, формы жизнедеятельности и особенности размножения рыб. Они сообщили о болезни карпов в прудах. Владыка дал им службу и Акафист, святому праведному Симеону Верхотурскому, а также его икону, где он изображен на берегу реки с рыбой. После чтения службы и Акафиста иконы святого Симеона стали опускать в воду пруда, и рыбы после этого перестали болеть. Владыка любил и умел шутить. Почему умел? Потому что он никогда никого своей шуткой не оскорбил. Протари Михаил вспоминает такой случай, когда он еще был келеником у владыки Иосифа. Владыка ходил в простеньких подвязничках, в телегрейке черненькой, в скуфеечке такой немного пошарпанной. Однажды звонок в калитку. Я открываю, входит батюшка, такой солидный, высокого роста, спрашивает меня, Владыка дома? Я что-то было хотел ответить, а за спиной у меня стоит Владыка и говорит, нету. А где он, спрашивает батюшка? Он уехал, в Америку уехал. Ах, как жаль, я издалека приехал. А вы кто? А я дворник. Проходите-ка, батюшка, можете ее попьем. Я раз сразу в сторону отошел, раз такое дело. Батюшка прошел, сели они на скамеечку, и вот батюшка с дворником разговаривает. Этот дворник сидит, тихий такой, а батюшка ему все очень сильно рассказывает, рассказывает, периодически по плечу похлопывает. А дворник ему вопросы разные небольшие задает. Он снисходительно немножко отвечает и опять по плечу похлопает. Я стою со страхом, наблюдаю со стороны. Но у батюшки очень сложный вопрос был. И когда владыка понял, что к чему, он тогда ему сказал, вы, знаете, подождите здесь немножко. Повел я этого батюшку в канцелярию. А владыка Аделариасу, Панагию, вышел к нему и говорит, здрасте, я уже приехал из Америки. Ну, это был очень трагический момент для приезжего батюшки. Он долго потом на коленях перед владыкой стоял, плакал, просил прощения, что он владыку-то не узнал, а может, и чем я видел. А владыка его очень долго утешал. А вот еще один случай, когда владыка не сразу представился, кто он есть. О нем рассказывает протарей Николай Попов, когда он приехал к владыке еще студентом. Я нашел дом владыки, постучался в калитку. Вышел старичок, бородка рыженькая, одет такой подрязничек, и безрукавку ватную. Вы к кому? – спрашивает владыка. Ну, я к владыке. А вы его знаете? Да нет, говорю, не знаю. Вы знаете, он только сейчас в Москву ехал, вот только-только. Ну, у меня сразу на глаза слезы навернулись. Я одного владыку не застал, и другого не застал. Ну, ничего, говорит старичок, проходи в дом. Мне продолжает, так надоел вот этот архиерея, хоть немножко без него отдохнем. Давай, пошли, заходи. Владыка представился. Я его келейник, архиерея-то. Заводит дом, сажает за стол и предлагает. Слушай, а давай-ка рюмочки-то выпьем. Ну, я отказался, и слава богу. Я потом узнал, что так владыка проверял всех своих новых священников. Ну, что, ну, давай-то мы с тобой картошку, что ли, пожарим. Ну, давайте картошку. Достает, берет нож и начинает чистить. Да какой же глупец, говорю я, картошку-то чистит грязную. Я говорю, ее надо сначала помыть. Да, отвечает келейник. А я всегда вот как-то так делал. Я вымыл картошку. Давайте, говорю, какую-нибудь тряпку, картошку вытереть. А зачем вытирать-то? Я объяснил. Для того, чтобы крахмал в воде не растворялся. Когда картошка будет, тогда картошка будет вкуснее. Вон оно что. Я не знал как-то. Смотрят на меня с интересом. Все, что я делаю. Потом я научил этого келейника жарить картошку по-архиерейски. Мы пожарили и сели. Он задает мне разные вопросы. Я не задумываясь, отвечая, ну, келейник и келейник. Я лимонаду попил и ушел очень расстроенный. Потом приехал в собор. Скоро началось богослужение. Был праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Открываются царские врата. Выходит на литье архиерей. И когда я взглянул на него, узнал человека, облаченного в архиерейскую мантию, того келейника, который принимал меня утром в архиерейском доме. Он подозвал меня к себе. Иди в алтарь, одевай стихарь и неси мне, чиновник. Он меня поставил тогда негодежцем. Пару встреч назад мы с вами отметили, что владыка Иосиф старался уводить свое паство от решения острых политических и социальных задач. Но однажды владыка перед людьми зачитал обращение. Сегодня очень уместным оказалось в день обретения главы Иоанна Крестителя помянуть наших воинов, которые на днях потеряли жизнь на советско-китайской границе, защищая рубежи страны нашей святой. Там 51 человек воинов погибли. Китайцы с ними так разделались, как могли разделаться. На границе было все в порядке, все в норме, как везде бывает во всех местах необъятной границе страны нашей. Но у нас оказались меньшие силы. Так воины положили жизнь за священную землю нашу русскую. Если наше правительство не верит в Бога, то оно не мешает веровать в Бога нам. А там Моо Цзэдун в три дня разделался и с Богом, и с верой, и с религией. В жертву принесены 31 человек, наших юношей, расцветших воинов, детей, которые время от времени посылаются на известный срок служить на военную службу, хранить землю нашу и отечество наше. Поместно сегодня нам помянуть их, как верующим людям, чтобы Господь Бог допростил им согрешения, даровал им там радость духовную, упокоил бы их сердца, их души. Один профессор, когда шел первый год войны, сказал патриарху Сергию, что же вы молитесь за коммунистов? Тогда патриарх Сергий слушал панихиду церкви Иоанна Воина в Москве. Так вот, профессор Сталинки говорит, молитесь-то за коммунистов, они же безбожники. А святейший патриарх Сергий ответил, трудно сказать, в момент приближения к смерти, как быстро может человек обновиться и переродиться в силу слов. Кто призовет имя Господне, тот спасется. На основании этой силы и правды Божией, и патриотизма, и любви к нашим детям, к нашим сыновьям и заступникам страны нашей и рубежей наших, мы сейчас возгласим им блаженную память, возгласим им вечную память, чтобы Господь Бог дал бессмертным их душам утешение и успокоил бы их, и уплатил бы им за молодую жизнь, отданную за землю русскую. Протодиакон возглашает во блаженном успении, и хор поет вечная память. Событие, о котором говорил Владыка, связано с подвигом наших русских солдат на советско-китайской границе в начале марта 1969 года, когда в ночь с 1 на 2 марта 300 китайских военных Пальдорики, Уссури скрытно перешли государственную границу Союза и заняли позиции на западной оконечности острова Дамански. Наши пограничники, вышедшие на переговоры, были в упор расстреляны китайскими солдатами. Официальная причина пограничного инцидента стала несогласие китайской стороны с СССР с ограничениями границы, которые были еще в 1860 году. Протерея Валерия Захаровна, настоятель Свято-Никольского собора города Алматы, рассказывал о том, как Владыка любил литературу. Я был поражен той большой библиотекой, которую имел Владыка Иосиф. Он показывал мне свои книги и с любовью рассказывал о каждой из них. И рассказывал не только о святоотеческих тарениях, но также с теплотой. Отзывался я о таких светских авторах, как, например, Достоевский. В следствии он часто воспроизводил по памяти и великого инквизитора, и Алеша Карамазова. Он говорил, что любит хорошую классическую литературу. И поэтому одним из первых вопросов приходившему к Владыке-человеку был вопрос, любите ли вы читать и что вы прочли. Если Владыка убеждался, что перед ним человек, любящий чтение, то этот человек становился для него особенно интересен. Я не говорю здесь о том, что он предпочитает одного человека другому. Для таких людей святых, как Владыка Иосиф, нет интересных или неинтересных людей. Для них все равны. И они с одинаковой любовью относятся и к грешным, и к праведным. Я говорю о другом интересе. Здесь проявлялся интерес собеседника, который может не только что-то рассказать, но и услышать полезное от другого человека. Он меня тоже спросил. «Ты как, читал Достоевского?» Я отвечаю, «Ну, Владыка, всего Достоевского я не читал. Ну, вообще-то мне Достоевский нравится, особенно дневники писателя, братья Карамазовы». «Ну, я тебе вот что скажу. Достоевский – замечательный психолог, замечательный. Если священник не читал Достоевского, он плохо будет разбираться в психологии своих прихожан. Святых отцов надо читать. Но я даже и французские просветители читал, да, они состояние греховной природы человека очень хорошо описывают». В своих проповедях митрополит Иосиф называют Федора Михайловича Достоевского философом, большим христианином, большим боголюбцем и большим человеколюбцем, потому что Достоевский в своих произведениях показал самое главное – возрождение, воскрешение души грешного человека еще здесь, на земле, в жизнь вечную. К этому воспоминанию хотелось бы рассказать еще об одном случае. «Преступники очень строгие к другим людям. Самые чистые люди, они милостивы к самым гностным грехам». Это было можно прочитать у владыки на одной из заметок, на одних из листах его тетради. Подтверждение этих слов такой рассказ, который произошел с владыкой в лагере. Один заключенный, доведенный до отчаяния издевательствами над ним, убил ножом другого заключенного, который занимался тайными доносами. Окровавленный, с ножом в руках, он пришел к епископу Иосифу и рассказал ему о случившемся. Владыка поделился с ним ложем, куском хлеба, и только потом, после долгой беседы, он убедил его, что он совершил страшный грех. Он убил. Убил прежде всего человека, а потом врага. Владыка по-другому сказать и не мог, воспитанный в строгих канонических правилах. Ведь мы знаем, что раньше за убийство отлучали от причастия. Позже уже Василий Великий будет писать в своих правилах, что отлучается от причастия на 15 лет. А в апокалипсисе мы почтем убийцам часть в озере горящим огнем и жупелом. Убийство, совершенное с обдуманным заранее планом, во всех отношениях страшное, тяжко ответственное пред Богом грех. Им нарушаются все законы и церковные, и гражданские, и естественные, пишет про три Евгения Попов в нравственном богословии для мирян. Мы также с вами помним достаточно известный случай из церковной истории об императоре Феодосии Великом, когда тот казнил около семи тысяч мятежников. Когда святитель Амросий Медиаланский призвал его покаяться в этом, иначе бы он не вернулся в Медиалан, потому что не дерзает приносить бескромную жертву присутствие императора, убившего людей. Он пишет императору, грех снимается только слезами и покаянием, и покаяние должно быть прилюдно. Император послушался и пришел в простой одежде, без царских регалий, лег на землю и посыпал голову землей, громко исповедуя свой грех перед епископом. Платык Иосиф писал, что духовная литература, образовывая душу, ум и сердце готовит человека к вечности, а художественная учит, как надо правильно жить здесь, на земле. Читайте и художественную литературу, говорил он священникам. Это река, а по реке плывет все, солома, щепки, опилки, доски и бревна. Старайтесь ловить строевой материал, пропуская мимо весь негодный мусор. Сам владыка мог чуть ли не дословно цитировать целые главы из романа «Шагренивая кожа» Анареда Бальзака, который был написан в 1831 году и посвящен, как сухо написано в источниках проблеме столкновения неискушенного человека с кишащими пороками общества. Конечно, эта фраза ни о чем не говорит. Роман имеет достаточно долю мистицизма. Мы не будем разбирать подробно эту тему, так как она должна быть выделена в отдельную какую-то тему, посвященную литературе. Процитируем два отрывка из повести «Может быть, владыка Иосиф и читал именно эти отрывки». Человеколюбец, мечтая о высшей власти, присмыкаясь в грязи раболепства. Торговец дышит сырым нездоровым воздухом в своей ловчонке, чтобы воздвигнуть обширный особняк, откуда его сын наследник скороспелого богатства будет изгнан, проиграв тяжбу против родного брата. Страшное дело. Вечно борясь с самим собой, теряя надежды перед лицом нагрянувших бед и спасаясь от бед надеждами на будущее, человек во всех своих поступках проявляет свойственно ему непоследовательность и слабость. Здесь, на земле, ничто не осуществляется полностью, кроме несчастья. И далее. Стоило купцу произнести священные имена Иисуса, Иисуса Христа и Рафаэля, как молодой человек, всем своим видом невольно выразил любопытство, чего старик без сомнений и ожидал, потому что он тотчас же надавил на пружину. Вслед за тем створка красного дерева бесшумно скользнула в выемку, открыв полотно восхищенному взору незнакомца. При виде этого бессмертного творения он забыл все дековинки лавки, капризы своего сна, вновь стал человеком, признал в старике земное существо вполне живое, нисколько не фантастическое, вновь стал жить в мире реальном. Благостная нежность, тихая ясность божественного лика тотчас же подействовали на него. Некое благухание пролилось с небес, рассеивая те адские муки, которые жгли его до мозга костей. Голова спасителя казалось выступала из брака, переданного черным фоном. Орел лучей сиял вокруг его волос, от которых как будто исходил этот свет. Его чело, каждая черточка его лица исполнена более красноречивой убедительности, изливавшейся потоками. Алые губы как будто только что прозросили слово жизни, и зритель искал его отзвука в воздухе, допытываясь его священного смысла, вслушивался в тишину, вопрошал о нем грядущее, обретал его в уроках минувшего. Евангелие передавалось спокойно простотой божественных очей, в которых искали себе прибежище смертедные души. Конечно, это произведение очень непростое, и скажу откровенно, что когда я сама читала Владыки Иосифа, я узнала, что он читал за каши, шагренивую кожу, меня это очень удивило. Вот еще пару строк написанных Владыка в своей тетради. Например, он пишет, «Жена Черчилля рекомендует мужьям и женам не селиться очень-то переделать характер второй половины. Будет успех». Теме отношений в семье была посвящена одна из проповеди Владыки. Мы ее сократили, потому что вообще все проповеди Владыки, они достаточно обширные. Когда фонтаны били, и луна, и красота, все было хорошо. А потом через год, три, Ванька уже не нравится. Я в таких случаях говорю, ты люби его, дорогая, он тебе нравился? Да, нравился. Мне тогда казалось, что он с неба упал. Если твой муж подымал не раз топор на икону, и икону расколол, сатане сильнее поддался. А для того, чтобы поддаться сатане, много есть перспектив. Сатана, во-первых, искушает хлеб наш на срочной дайном днись. Сатана, во-вторых, искушает служебные обязанности человека, занимаемая должность, положение, ответственность. Много насилия делает сатана. И только тот человек знает это, который то знает, а который не знает, что губит его враг рода человеческого, он-то и не знает. Я потом говорю это женщине, что ж ты его тогда полюбила, фонтаны свидетельствовали, луна молчала, свидетельствовала об этом же. И она соглашается со мной, как будто бы он поскользнулся там на небе и через облака упал. Вот ты любить его надо, он такой-сякой. Так ты ж, когда на базаре бываешь, ты там лук пробовала, редьку покупала, ох, какая поганая редька, горькая, вероятно, хозяйка злая. Вот и на этом жизненном базаре купила такую же горькую редьку. Теперь только ты его уже смирись, по слову апостола Павла, если он такой плохой, такой-сякой. Не бойся, Бога уже никто рубить не может. Хватит того, что на Голгофе его прокололи копьем за рот человеческий, и ты бы своего этого мишку или Гришку, ты ж его люби и держи его, и называй его там ласковыми словами, Вастёк там, перегорочек. Если вы будете верующие, и ты, будучи Христово ученица, и ты, будучи причащающийся, ты не внушайся его во всех обстоятельствах семейных, семейных обстоятельств для освещения, соприкасаясь с тобою и духом, и разумом, и сердцем, и телом, он будет освещаться поднемногу, он будет от тебя шлифоваться и округляться, как на лучшем механическом станке болванка. Мы говорим своё слово, оно очень разбросано, и время разбросано, и люди разбросаны, и я немножечко разбросан бываю. Ничего не поделаешь, мир, время, настроение и осторожность человеческая. Раскрыто сердце, как ларёк, в котором ничуть нет продуктов. В таком положении мы часто бываем, но для этого есть лекарство и помощь, то есть всегдашняя молитва ко Господу, Духу Святому, прииди и вселися вны. В заключение мне также бы хотелось прочитать ещё одну мысль из записных в тетради Ладыки Иосифа. Мать есть второе ваше Я. Вы подумайте, ведь мать такой же родитель, как и отец, а отношение к ребёнку иное, а почему? А вот здесь Господь тайну свою заложил. Мать, не раздумывая, отдаёт жизнь за своё дитя. Мать до последних сил защищает его в неравном бою, а если уж обидели её детище, то она становится, как тигрица. А как же может быть иначе, если девять месяцев внашивала она под сердцем своё чадо, не спала ночи и, возможно, сама голодала, отдавала всё своему крохе. И обиды она прощает, потому что сердце Матери Господь слепил из другой глины, чем сердце Отца. Эта глина материнского сердца не сравнила ни с чем. Господь слишком много внёс в её состав любви, доброты, нежности, мягкости, сочувствия, сострадания и самопожертвования. Поэтому, дорогие мои, никогда не будем осуждать матерей. Нам не поднять их. У нас у мужчин другое сердце из мужественной глины, слепленное, а у них матерей глина особенная, особого замеса. На этой ноте мы заканчиваем нашу конференцию. Благодарю сердечно за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова